Добрый день, дорогие друзья! За окном весна, поют птички. Естественно, хочется обновлений, какой-то свежести даже в интерьере нашего дома. Но что делать, если ремонт никак не запланирован? А так хочется сделать что-то новенькое, нести какой-то свежий элемент. Я думаю, наверняка у каждого из нас в кладовке или на балконе найдется волшебная баночка краски. Которая вроде бы как и не нужна, но, как всегда, выбросить жалко. И что мы будем делать с этой краской, скажите вы? Ну, что можно сделать с краской, которая уже, в принципе, не нужна? Конечно, если она не какого-то жуткого цвета, а вполне приемлема. Есть варианты, есть варианты того, как можно, пусть легко, ну, освежить свой интерьер, внести какую-то новую нотку, добавить какой-то интересный штрих. И давайте сегодня немножечко мы поговорим об этом. Как же мы можем наш интерьер изменить, используя обычную краску, остатки краски. Скажем так, одна баночка краски волшебным образом преобразит наш интерьер. Давайте начнем с таких простых вещей. Допустим, картина. Вы знаете, да, картина всегда украшает интерьер. Но это, конечно, те, кто не любит картин, это к ним не относится. А картину покупать надо, скажите вы, да, опять это дорого. Зачем? Берем просто обычный холст. И при помощи красочки, остатки краски и трафарет, нам помогут сделать совершенно новую картину, авторскую. То есть, допустим, какой-то эффектный рисунок, виньетки, или даже просто обычные геометрические узоры. Используйте только один тон. Ну, два-три оттенка максимум. И у вас получится уже картина, которую вы повешаете в гардеробе, простите, в гостиной, в спальне, на кухне, даже в прихожей. Но она уже внесет свежесть, обновит немножко ваш интерьер. А следующий вариант, немножко для женщин, поскольку любительницы всяких украшений, безделушек, пабрякушек, конечно же, женщин. А где хранить бижутерию? Коробочки, шкатулочки, это понятно. Ну, а если есть просто какое-то дерево, обыкновенная ветка, которую тоже покрыть красивой краской, остаточками краски, и на них развешать, на этом дереве, на этих веточках, развешать свою бижутерию красивую, почему нет? Можно использовать и этот вариант. А если вы любите винтаж, винтажный стиль, то можно ваше зеркало, старое, надоевшее, но такое удобное зеркало, в котором вы так красиво отражаетесь, и которое всегда соответствует вашему хорошему настроению, обновить. Обновить его с помощью той же краски. Подобрать оттенок, палитру, чтобы это зеркало очень гармонично вписалось в вашу комнату. Возможно, легкий какой-то цвет, или наоборот яркий. Сделать эффект патины. Обновить рамочку на своем любимом зеркале. И все. И даже если зеркало находится в ванной, в прихожей, в спальне, уже вы внесли свежую нотку в свой интерьер. Кстати, что касается спальни. Просто, допустим, обои, это один вариант. Но если у вас однотонная стена в спальне, а смотреть на нее уже как-то надоело. А давайте сделаем рамочки. Просто изящные рамки. Можно купить декоративные молдинги, раскрасить их и прикрепить на стену. Например, как изголовье, или если у вас на прикроватных тумбочках стоят лампочки, тоже можно эти прикроватные тумбочки вместе с этими настольными лампами украсить молдингами, покрашенными в нужный вам цвет, который соответствует интерьеру вашей спальни. Значит, если у вас, допустим, белый тон в спальне, может быть, белое покрывало, то жемчужно-серый молдинг будет смотреться очень хорошо. То есть, не только внесет свежую нотку в интерьер, но он даже придаст какой-то особенный шар. Если говорить о мебели, опять возвращаемся к старым комодам. Комод – очень удобная вещь в интерьере. Для хранения просто незаменимая. Думаю, с этим согласятся многие. Но опять же, постоянно смотреть на этот комод однообразно надоедает. И в этом нам опять поможет наша краска. Можно украсить комод, расписав их модными зигзагами. Используя при этом малярный скотч, как это сделать – это уже отдельный вариант. В принципе, это не так уж и сложно. А если вы просто не хотите возиться с этими зигзагами, рисунками, ну, можно просто раскрасить фасад. Конечно, можно там уже проявить фантазию, какие-то изыски. Это уже личное дело каждого. Просто вот такой вот вам вариант обновления вашего любимого комода и обновления интерьера того помещения, где находится этот комод. Поскольку идет весна, и лето не за горами – цветы. Даже на даче – это, конечно, отдельный вариант. Это на даче без цветов просто сложно представить. Ну, если у вас даже нет дачи, а вы любите цветы – балкон. Ну, не покупать же горшки на летний период. А у вас собрались жестяные банки. Возьмите эти жестяные банки, покрасьте яркой краской, и ваш балкон просто невероятным образом преобразится. А еще летние красивые цветы в этих ярких банках просто будет удивительно. Ну, если даже вы не любитель цветов, то использовать жестяные банки можно на кухне, для кухонных мелочей, можно даже в домашнем офисе для карандашей и ручек. Не обязательно обвешивать все стены, просто одна-две жестяная баночка яркой краской, и уже по-другому совершенно все выглядит. А если говорить о ярких красках, то, наверное, приходит сразу на ум детская комната. Ну, вот здесь, возможно, не только яркие расцветки. Если ваш ребенок не любитель ярких цветов, ну, хочется вот утвердиться. Знаете, бывают такие дети, которым вот хочется утвердиться, и все, да? Можно обновить интерьер детской комнаты, просто написать первую букву имени на стене. Достаточно будет совершенно только одной буквы. Сделайте большой трафарет, обведите его, заполните нужным цветом, соответствующим интерьеру детской комнаты, а можно контрастным. И все. Интерьер детской комнаты у вас выглядит по-другому, и ребенок доволен. А можно сделать такой интересный ход, как волшебная дверь. Ну, это, конечно, если у вас уже больше таких талантов художника, то этот вариант, вообще, конечно, будет очень интересным. Можно порадовать своего ребенка, это, опять же, вариант, подойдет больше для детской комнаты. То есть, обрисовать просто дверной проем. Можно, конечно, использовать трафарет, и сделать такой вот, как немножко волшебную дверь что-то. Можно просто одним оттенком, можно другим. Но не обязательно дверной проем. Можно сделать шкаф в виде волшебной двери. Тоже интересный вариант. Если говорить об интересных вариантах, то и вернуться к ярким цветам, то мебель. Опять мебель. Стулья. Вот эти, вот еще, знаете, советские стулья, вот кто помнит, а даже не советские, просто очень удобные стулья. но выглядящие, которые выглядят уже, ну, не очень хорошо. Что делать? Время никому не всегда безжалостно. Поэтому, почему бы не использовать ту же краску и сделать хотя бы один яркий стул, который будет украшением домашнего офиса. Ну, а если вы сделаете яркими два или три стула, то это будет очень такое очаровательное весеннее солнечное дополнение для кухни или столовой. Ну, и естественно, что перед покраской надо снять сиденье, все отшлифовать. Это уже, конечно, ну, не пяти минут дело, но оно того стоит. Если говорить о, допустим, мебели, то можно допустим использовать деревянные ящики в виде полок, которые могут быть вполне удобны. А вот особенно, если какая-нибудь там ниша, ее заполнить вот этими деревянными ящичками, тоже используя краску, яркие такие оттеночки можно сделать. Просто стеллаж получится. Очень удобное место для хранения. А там можно цвета подобрать по своему желанию и усмотрению. если конечно у вас есть камин, может быть даже просто электрический, то и он у вас давно, то почему бы каминную полку тоже не обновить? Возможно у вас есть на даче камин просто облицованный кирпичом. А почему бы не сделать его в французском таком стиле? и возьмите допустим остатки белой краски, покрасьте портал камина и согласитесь, белый цвет идеально вписывается в любой интерьер, но он уже выглядит совершенно по-другому. Это уже совершенно другой камин и совершенно другая комната. Для чего еще мы можем использовать краску? что мы можем еще сделать, чтобы изменить наш интерьер? Вот на кухне допустим, а может быть в домашнем офисе, привычный наш шкаф, да, вот открываете, там стенка одна и та же, одна и та же, каждый год. А почему бы не сделать ее более разнообразной, нести какую-то свою авторскую нотку, просто там может быть наискосок сделать какие-то линии, то есть освежить внутренние стенки шкафов. Кстати, если говорить о стенах, то если, допустим, у вас ванная комната, ну, кафель, да, полосатый может быть какой-то дизайн ванной комнаты в полосочку, а дверь естественно, что у нас в основном анатомия. Так почему бы эти полосочки не продлить и на двери? Тоже интересный вариант, хотя несколько неожиданно, но почему бы и нет? Кстати, если говорить о полосочках и геометрических узорах, то можно использовать остатки желтой и белой краски даже в спальне, то есть пустить солнышко в свою спальню и сделать совершенно обычно нехитрый узор белой и желтой краской в изголовье. Тоже потребуется там малярный скотч, чтобы ровненько сделать полосочки. Конечно, эта работа потребует немножко терпения, но результат того будет стоит, конечно, повозиться. И маленький совет, если вы все-таки решили заняться полосами такими геометрическими узорами, то пускай сначала одна красочка высохнет, и только после этого лучше наносить вторую. Еще интересный вариант может быть использовать остатки краски. Это допустим сделать шахматный пол. Ну, конечно, это очень такой интересный вариант и очень рискованный. То есть, если у вас в гостиной нету ковра, то почему бы не нарисовать его самостоятельно? Обозначьте на полу такие вот шахматные квадраты и покрасьте их. У вас, в общем-то, будет довольно-таки дорогой акцент на пол, потому что шахматные полы это всегда модно и всегда изысканно и красиво. такие маленькие идеи, как освежить наш интерьер не только к весне, а по любому желанию используя остатки краски. Хорошего вам дня, хорошего интерьера и всегда хорошего настроения. С вами была Елена Ожегова. До новых встреч. Добрый день, дорогие друзья. За окном весна, поют птички, естественно хочется обновлений, какой-то свежести даже в интерьере нашего дома. Но что делать, если ремонт никак не запланирован? А так хочется сделать что-то новенькое, внести какой-то свежий элемент.